Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ник! Мы продолжаем играть с вами в Mortal Kombat X Mobile и проходить испытания на Аэрона Блэка Дня Мёртвых. Сейчас у нас на очереди сложность сложная. Давайте начнём с первой же башни, только бронзовые персонажи, это нам всё понятно. Хотя нет, подождите, давайте лучше сначала пройдём с вами третью башню, где у нас доступны только серебряные мастера единоборств, чтобы у них пока восстанавливалась энергия. Серебро, мастера единоборств, Кенши, Кунзинь и Скорб. Наверное, так пока возьмём. Хотя давайте сабзируем вместо Скорба, по сути без разницы, и погнали. Сыграем несколько матчей за эту команду, пусть пока у них восстанавливается энергия, чтобы потратить меньше душ мы могли. И потом уже начнём проходить первую, вторую башню, четвёртую, пятую. Здорово, Каталькан, чё, как оно? Нет, смотрите-ка, у них не так много здоровья, в принципе, мы их достаточно быстро с вами выносим. Я думал, на следующем уровне сложности они будут посильнее, но оказалось наоборот. Ну как наоборот? Не наоборот, конечно, они стали посильнее, поживучее, но при этом не так уж, чтобы прям, вау, сколько у них здоровья, сколько у них атаки, все дела. Так что, нормально, нормально идёт. Не знаю, зачем я включу второй бой, надо было сменить там персонажа, но уж ладно. По сути, без разницы. Тут можно, в принципе, провести два боя, а не три. Энергии должно хватить. Ну, двух персонажей, в любом случае, останется по две шкалы энергии. Да господи, что такое с горлом? Джакс. Больно, больно, все поняли, что ты большой, злой. Девору вообще с одного комбо вынесли. Нормально так. Всё, изи. Да господи, что такое с горлом-то? Вот начинаешь говорить, и сразу же чё-то начинает этого. Першить немножко. Блин, я третий матч сыграл, ну серьёзно. Я не хотел играть третий матч. Просто what the fuck. Эх, теперь придётся одну душу потратить лишнюю. Или даже две. А может и три все. Обида. Ну ладно. Ничего страшного, душ у меня дофига, в принципе. Экс, минус Девора, с одного комбо разложилось, тоже неплохо. И добиваем классическую Мелину. Изи, победа. Да-да-да-да-да, давайте пропуск. Сейчас я уже точно сменю команду. Хоть и уже поздновато на самом деле. Ну ладно, чего уж поделать, погнали. Один из ваших спецприёмов недоступен. Не страшно, не страшно. На четыре матча вряд ли уже хватит. Блин, забыл окно закрыть. Шуметь с улицы. Ну ничего страшного, я думаю. Закрою после того, как запишу хотя бы прохождение пары башен. А пока нормально и так будет. Аутентичность некоторую внесёт. Минус второй. Второй пошёл. Изи вин. Урон дикий, конечно, у неё нет никаких шансов выжить. Там ещё и криты одни полетели. Особенно с последним ударом. 27к урона. Это просто без шансов. Давайте сюда май 9600. Замечательно. Давайте создадим новую команду. Сейчас я заменю Кеншика поставлю. Потом ещё за Кунзиня сыграем с вами. Ждём загрузки. Ну уже грузи давай быстрее. Угу. Реди файт. Окей, я вас понял. Так. Каталькан. Каталькан. Немножко больно, но не всё страшного. Минус первый. Так. Минус Джакс. Замечательно. Давайте используем второй спецприём. В принципе, это должно убить его даже через блок. А вот тут ещё и блокбрейкер срабатывает благодаря Кунаям, с которой, скорее всего, экипировано на Скорпионе. Либо этот приём умеет сам блокбрейкер. Неужели у серебряного персонажа есть блокбрейкер? Вполне возможно. Но нет, у него где-то кинжалы. Скорее всего, это дело кинжалов. А пока что я... Ну, не кинжалов, кинжалов вот этого вот именно, его метательного. Последний матч играем, а потом переходим с вами к прохождению первой башни. Это чисто так, знаете... Чтобы не тратить лишние души. Поиграл вначале в третью башню. По мелочи, так сказать. Так, Джакс. Минус. Замечательно. Девора. Тоже минус, тоже хорошо. Давайте первый спецприём используем, чтобы долго не париться с ним. Вынесем его по-быстрому. Тут 9777, так что нормально. Да, давайте мне мои души. Замечательно. И сюда, 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 сюда. Да. Так. Нажимаем создать и меняем теперь... Ой, какой создать. Сначала надо выйти. Зайти в первую башню. Будем проходить сейчас первую башню. Так, фильтр, пожалуйста, серебро отключить. Бронзу включить. Замечательно. А, ну да, и мастер-единоборс тоже отключить. Замечательно. Так, по атаке сортировка идёт. Угу. Ага. Так, они первый. И у него в команде пусть будет солдат и линькуй. Вот, замечательно. Всё, погнали. Не такие, чтобы сильные противники. Кстати, всего по 1000 имеют хп. Ну, один, конечно, там почти три. Ну, неважно. Справимся. Я уверен, справимся. Угу. Здорово, серый рью. И пока. Нифига себе, с одного комбо убил. Нормальная тема. Ну, с серебром, конечно, такое не прокатит. Хотя. Минус. Минус. Замечательно. 2700 всё-таки, как ни крути, достаточно большая сумма урона. Минус. Замечательно. Давайте следующего. Следующего. Это всё язычи какие-то. Можешь сейчас сказать, закрою окно. Так, бой. Всё, успел закрыть окно до того, как загрузилась карта. Так что сейчас фоновых звуков, надеюсь, никаких не должно быть. Так, минус первый. Замечательно. Минус второй. Отлично. Блок. Снова этот удар. И попытаемся закончить битву первым с приёмом. Да, это победа. Даже Ермаку не хватило здоровья, чтобы пережить эту атаку. Ауни у нас в очередной раз побеждает. Это второй матч был за Ауни. Да, это был второй матч. Так что давайте поменяем состав команд. Я возьму сейчас серый рюк как основного бойца. Ему в подкрепление можно взять также ящера и сержанта. Последние 10 матчей сыграем чисто вот за такую команду. Хотя стоило бы, конечно, добавить туда бойцов этого. Мастеров единоборств. Ну да ладно, без разницы. Хотя, может быть, через пару матчей я поменяю себя. Состав команду, короче говоря. Так. Давайте первый спецприём. Минус. Замечательно. Такс. Теперь Ауни. Тоже отлетает. Замечательно. Справляется легко у нас серый рюк. Знаете, я даже не чувствую особого, знаете, различия между средним режимом сложности и высоким. Ваш отряд получает урон в течение битвы. Вот это уже будет ощутимо. Я боюсь, кстати, в последней башне вот этого испытания. Но не испытания, а ограничения по испытанию. То есть ваш отряд получает длительный урон в течение битвы. То есть сейчас-то ладно, мы успеем убить противника. До того, как у нас снимут всю колонку здоровья. А вот в последней башне можем и не успеть. Тогда могут быть реальные проблемы. Через блок убил просто вообще в лёгкую. Первый пошёл. Убьёшь, не убьёшь? Надеюсь, убьёшь. Нет, не убил. Слишком уж много здоровья у Каталькана. Ну да ладно. Победа всё равно в любом случае. Изи Вин. Да-да-да. Давайте сейчас просто сменим команду. Хочу усилить своего Серарию. Поэтому сделаем вот так. Нажмём Создание. И заменим у нас Сержанта на Линькуя. И ещё Ящера заменим на Монаха. Монах даст плюс 5 к здоровью, а Линькуй даст плюс 5 к атаке. Что по сути своей неплохо очень даже. Последние 8 матчей сыграем именно вот в таком составе. Должно быть нормально. На пощам сразу. И экс. Сони. Сони тоже разбираемся. Он конечно стащит нас, но что поделать. Снова накопим спецприём. Ничего страшного. Так, блок отпусти. Спасибо большое. А теперь отлетаешь. Замурчательно просто. Идеально. Как я и люблю. Дальше, дальше, дальше. Это всё какие-то лохи. Они Серарию. Это как её, Китана. Классическая. В первой башне серебряные персонажи. А нам самим ограничивают до бронзовых. Несправедливость. Так. Так, минус Они идёт сразу. Так, игрушка что-то стала кадры терять. Мне это не нравится. Сейчас будет больно. Я думаю, Китану мы с вами первым спецприёмом убьём, так как она серебро всё-таки, как-никак. Первый пошёл. Минус. Почти стопроцентный урон. Но нет, не успел убить. Не хватило немножко. И это первый спецприём. Ну, ты и даёшь Серарию, конечно. Так, минус Серарию и добиваем Китану. Фух, чуть было, думал, не хватит. Сейчас использует свой первый спецприём, но, к сожалению, она не... Для неё, к сожалению, она не успела ударить. Так, мы идём дальше против Серарию Они и Каталькана. Блин, вот какая обидно, что дождь именно сейчас пошёл. То есть, когда я записывал, он пошёл в первый раз. Когда я вышел погулять, его не было. А когда я сейчас только что вернулся, он опять снова идёт за окном. Как всегда. Первый пошёл, всё равно ты мне его отнимешь. Так, дальше идёт Каталькан. Давайте тоже первый спецприём используем на Каталькана. Мы не убьём его, но, тем не менее. Нанесём достаточно большой урон. Фигаси, ты жирный какой, а? Давай, выносись уже побыстрее. Замечательно, всё, победа. Следующего давайте мне. Это всё какие-то лузеры. А следующий у нас Они, Серарию и Ермак. Плюс какое-то испытание, которое я опять не сощёл нужным прочитать. Да. Урон спецприёмов понижен или что-то вроде того? Так, ну, Сони, мы не будем использовать спецприём. Так, разберёмся, я думаю. О, он убежал. Замечательно. Значит, он не отнимет нам нашу силу. Нифига себе. Ааа, возвращается урон из спецприёмов. Видимо, я опять неправильно прочитал. Но это уже посерьёзнее, конечно. Ау, сейчас будет больно. Живи. Молодец, молодец. Первый пошёл сразу. Минус, я надеюсь. Нет, это же Ермак. Какой минус? У него дофига же здоровья должно быть. Ну, теперь точно минус. Слава богу, не вынесли нам Серарию. Хотя, другие персонажи бы справились, если что. Подстраховали его, так сказать. А мы идём дальше. Ну, перед этим получим, конечно, 4800 наши законные. Китана, Серарию и Они. Причём Китана Серебряная у нас стоит первым персонажем. Ну, давай, Китана, покажи мне, на что ты способна. Где, если ты не отвалишься от первого же моего спецприёма? Или отвалишься? Давай проверим-ка. Ах, промазал немножко. Ну, один Крит вылетел, что неплохо, по сути. Не убегай только сейчас. Спасибо. Успел убить её? Давайте Они тоже избавимся. Чуть-чуть нас отстощит совсем тогда по такому случаю. Угу. Да-да-да-да-да. Первый спецприём. Все это знают. Победа. Следующий бой. Ну, тем временем много требует достаточно времени. Прохождение первой башни гораздо больше, чем в первый раз, когда мы проходили на уровне сложности нормальное. Сейчас требуется гораздо больше времени для прохождения. Ну, мы ещё с вами там серебро прошли, конечно же. Так-с. Надеюсь, запись у меня не рипнется. Она может, знаете ли. Она умеет рипаться во время длительных боёв. Боёв. Так. Так-с. Пожалуйста, не используй первый спецприём. Спасибо большое тебе. Я даже использую первый спецприём, чтобы убить тебя, чтобы ты точно не использовал свой первый спецприём. Мне гораздо легче пережить первый спецприём от Они, чем от серебряного персонажа типа Каталькана. Все, победа. Изи вин просто, конечно. Проклятие, но это уже не важно, Они. Ты умер последним, к сожалению, для тебя. Идём дальше. Следующим противником против нас выступает Серарю, Онь и Ермак. Так, Серарю, Онь у нас из мастеров единоборств. Онь из преисподней и Ермак из внешнего мира. Опять же, никакой синергии. Я не знаю, почему они не делают синергию хотя бы персонажей противниками. То есть, там три бойца внешнего мира, три спецназовца, три, я не знаю, там этих мастера единоборств. Они просто в какой-то разнобой кидают персонажей. Типа, ну ладно, пофиг пойдёт. Ладно. Так, первый снова пошёл, добиваем Ермака. Нифига себе, ты такой живучий, ты даже два первых приёма выжил. Сейчас будет больно. Снова пошёл первый. О, не выживет, не выживет. Нет, не выжил, замечательно. Снова победа. А у нас с вами последний матч, 12 из 12 в этой башне. И это у нас какие-то там бойцы, неважно. И потеря любого из наших бойцов ведёт к поражению в битве. То есть, нам нельзя терять ни одного из членов нашей команды. Но это несложно будет пройти. Я уверен, что я справлюсь. Достаточно всего одного. Бла-бла-бла. У них не настолько сильная команда, чтобы они могли убить хоть одного моего персонажа. Эти первые используем. Всё равно он заберёт его, поэтому даже через блок можно добивать спокойно. А вот на серой рю я, наверное, не буду тратить первый спецприём. Я его так забью кулаками. И набью себе второй спецприём, чтобы убить Китану. И вот. Второй пошёл. И это ваншот, скорее всего, будет. Ведь так, из серой рю? Это же ваншот. Нифига себе, ты даже вторым спецприёмом не можешь убить противника. Чё такой лох, а? Сейчас будет первый спецприём на нас. Нифига себе, какой урон у него жёсткий. Чё, ты много наносишь урона, Китана, знаешь ли? Но, тем не менее, победа. Слава богу, хоть какая-то. Да-да-да, победа. Получаем наши законные 16 тысяч и переходим с вами к следующей башне, ко второй. Текст. Во второй башне у нас доступны только серебряный и бронзовый персонаж, а также запрещены мастера единоборств. Поэтому мы сделаем сейчас так. Серебро. И выберем все фильтры. Кроме мастеров единоборств. Как-то так. Так, подождите, я хочу... Мастеров единоборств. Блин, Кенша из-за того, что он является спецназом, то он всё равно показывается в этом рейтинге. Ну да ладно. Так, сержант. Ну, солдат, сержант в смысле. Хотя давайте монаха возьмём. Возьмём монаха. Ещё кого можно взять? Нет, у Линькоя достаточно мало энергии. Тогда сержанты всё-таки. И возьмём ещё какого-нибудь сильного достаточно персонажа. Пусть это будет... Ну, мы можем взять любого. Абсолютно любого. Почему у Кенши нету энергии, я не могу понять. Я за него играл разве? А, да, я за него играл. Точно. Я же играл за него в следующем матче. В следующей башне. Тогда давайте... Пусть будет Джакс первым делом. Джакс первой парой боёв сыграет. Только серебряный бронз... А, мастера единобор запрещены. Почему тогда у меня монах показывается? Я же отключил. Ладно, окей. Погнали вот так. Такая команда тоже должна справиться, в принципе. Иэкс с первыми серверю. Они и Каталькан выступают против нас. Ну, как выступают? Они сливаются, скорее всего. Что-то как-то громко стало. Давайте чуть-чуть потише сделаю. Мне кажется, вообще громко как-то... Громкость повысилась. Фиг знает почему. Ладно, всё. С первой командой справились. Идём дальше. Давайте, давайте. Следующего. Они, серверю и Китана. Я вот думаю, за Джакса играть два боя или побольше. Или пять сыграть все. Я думаю, двух будет достаточно, потому что мне не очень нравится его мувсет. Текс. Нифига себе, вынес даже через блок. Нормальная тема. О, не вынеси через блок, не каждый там может, Джакс. Эй, я нажал первый спецприём. Почему мне не засчиталось? Так, успел схватить. Нормальная тема. Всё, добиваем. Изи вин. Идём дальше. 400 монет, все дела. Серерию, Они и Ермак. Знаю, уже надо было заканчивать. Не играть уже с Джаксом. Ну, не знаю. Давайте ещё раз сыграем. Это же, как я понимаю, вторая башня только, да, получается? Поэтому здесь всего одна энергия расходуется на прохождение. Кекс. Минус первый. Ермак тоже у нас скоро отлетит, как я понимаю. Только блок не ставь. Спасибо. Ну, здесь даже спецприёмы не понадобились. Чисто так можно было вынести обычными ударами. Изи. Давайте сменим команду. Наверное, из-за Ермака лучше поиграем. Ермачевский давайте сюда. И пару персонажей из внешнего мира. Оба мне бы хотелось команду. Пусть это будет Ермак. Пусть это будет Ящер. Ой, какой Ермак. Аштег. Вот. Полностью готовая команда. Собственно, сыграет с нами 9 матчей. Я думаю. И мы с вами легко пройдём вторую башню. Ауч. Вообще-то больно. Минус Они. На нас накладывается истощение силы, но это не страшно. Ай, ещё сменяют команду. Вот это вот не очень было. Давайте первый спецприём используем. Сто процентов, пожалуйста. Спасибо. Сразу пол хп. Давайте через блок. Пофигу. В принципе, урон нормальный. Добиваем. Изи вин. Даже бронза справляется с персонажами противника. Даже на уровне сложности высокий. Ну окей. Получаем наше 6400. Пятый бой. Серарио. Тотом был Ермак вроде бы, да? Третьим персонажем противника. Минус первый. Блок. Минус второй. Блок. Так. Ну и добиваем Ермака первым спецприёмом. Спецприёмом. Сто процентов, пожалуйста. Спасибо. Идём дальше. Дальше легче. Они, Серарио и классическая Китана у нас выступают против нас. Главное не использовать Соню Блэйд в качестве своего основного персонажа при прохождении с первой по четвёртую башню. Потому что она нам понадобится в пятой башне. Хотя нет, подождите. В пятой башне только золотые персонажи разрешается использовать. Поэтому можно играть спокойно за Соню Блэйд. Тогда какого фига я играю за Ермака и не за команду Кейджей? Даже не понимаю, зачем. Почему я так не сделал? Надо было сразу так сделать. Сейчас поменяю. Последние башни же доступны только золотые персонажи. Если я не ошибаюсь. Ну, сейчас я на всякий случай, конечно, проверю. Так, назад, пожалуйста. Только золотые бойцы. Видите, только золотые. Нет, не туда нажал. Это третья башня. Нам нужна вторая. Тогда создадим, давайте, лучший отряд из Кейджей. Он будет побольше урона наносить. Соня Блэйд. Дальше Джонни Кейдж. И Кесси. Вот так-то будет быстрее, я думаю. Погнали. А то что-то мучаюсь за Ермака. Мучаюсь. И в прошлый раз даже не догадался это сделать. И надо было сразу так сделать. Я просто думал, что могу использовать серебряную Соню Блэйд для прохождения последней башни. Но, к сожалению, там только золотых персов доступно использовать. В том числе и ту же Соню. Ну, ладно. Минус первый. Каталькан, давай не выпендривайся. Просто отлетай по-быстренькому. Первый спецприем пошел. Давайте соточка, соточка. Замечательно. Даже одного удара, в принципе, хватало. Следующий, пожалуйста. Они, Серарю и Ермак. Это у нас восьмая битва уже? Загрузка. Очередная загрузка. Какие же вы длительные. Длительный урон. Неприятное испытание. Но, я думаю, мы справимся быстрее, чем закончится у нас хп. Так как у нас все-таки Кейси в команде. Давайте первый используем. Мне кажется, мы вынесем даже через блок оставшееся здоровье противнику. Да, тут даже, опять же, опять одного спецприема хватало. Удара одного в спецприеме, в самом я имею в виду. Получаем наши восемь тысяч. Китана, Серарию, Они. Ждем, ждем, ждем. Господи, ну что такая долгая загрузка-то всегда? Первая у нас Китана классическая выступает. И в поддержку два бронзовых персонажа, такие как Серарию и Они. Китану выносим. Мне кажется, или опять звук стал громче. Что? Это было все? Я даже не почувствовал вас, чуваки. Идем дальше. Каталькан, Они и, опять же, тот же Серарию. Мне нравится драться с Серарию. У него достаточно много атаки, но при этом очень низкие показатели здоровья. Поэтому он выносится буквально за 2-3 удара. Если, конечно же, не ставит блок. А зачастую он блок не ставит. Уж не знаю, с чем это связано. Текс. Каталькан. Спасибо, что отлетел. Серарию также отлетает. Остается Они. Давайте его вторым спецприемом для разнообразия убьем. Не знаю, почему я не набил 100%. Слишком долго моргал. Хе-хе-хе-хе. 11-й, 12-й, 11-й бой. Серарию опять же Они и Китана. То, что Серарию первым меня радует. Его маленькое количество здоровья мне будет на руку. Ермачевский, грузи карту побыстрее. Угу. Ну, просто 3 удара и все, и он труп. Ну, 4, ладно. Ладно, 4. Они тоже справились. Остается Китана. Даже у нее не так много здоровья. Она, в принципе, так же быстро отлетит. Используем первый спецприем, чтобы не париться с ней еще. Ударяю в блок и победа. Идем дальше. Они, Серарию, Ермак. Последний бой уже. После этого перейдем снова к 3-й башне. Поиграем там пару боев и снова перейдем к 4-й, к 5-й башне. Потом вернемся в 3-ю, я думаю, после 4-й. Ну, примерно, мне так кажется. Думаю, нам не придется тратить вообще души для того, чтобы пройти 3-ю башню. Так. Минус Они. Давайте используем первый спецприем. Мне кажется, Ермака даже через блок мы убьем первым спецприемом. Да, изи. Просто 3 удара и все, и нету Серарию. Как же у тебя мало здоровья, чувак. Как же у тебя его мало даже в 12-й битве. Просто не выживаешь даже 3-х ударов. Получаем наши 32 тысячи. И проходим с вами 2-ю башню. Давайте еще поиграем в 3-ю. 3-я, пожалуйста, создать. Активный фильтр. Так. Абсолютно все фильтры приходится менять. Ну, почти все. Кроме золотых и серебряных персов. Ага. Выбираем себе Скорпа. Выбираем себе Кеншика. Выбираем себе Кунзиня. Че, неужели всего один матч можем сыграть? Ну, ладно. Один матч тоже неплохо. А может и придется потратить души для того, чтобы восстановить им здоровье. Черт его знает. Угу. Джакс. Здорово. И пока сразу. Теперь Девора. Минус. Замечательно. Первый через блок, скорее всего, добивает. Поэтому. Изи вин. Молодец. Джоник. Кеншик. Блин. Я опять путаю. Джонни и Кеншик. Господи, пацаны, когда я перестану вас путать, а? Вы даже внешне немного похожи. Да, мне уже не хватает энергии. Поэтому придется ждать еще время, пока у них восстановится она. Ну, ладно. Давайте тогда перейдем с вами уже к следующей башне. К четвертой. А пока пусть у них восстанавливается энергия. В вашем отреете должны быть только золотые персонажи из преисподней. Как скажете, сейчас погнали. Ага. Золотые персонажи из преисподней. Нажимаем создать. Меняем фильтры на золото. Так, алмаз уберись, пожалуйста. Спасибо. Алмазные персонажи здесь, кстати, вообще не нужны. Рейден. Благодарю вас. Джейсон Вурхис. Фредди Крюгер. Здравствуйте. Давно не виделись. Хотя, знаете, нет, я немножко не так сделаю. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте, давайте возьму Джакса и Саб-Зиру. Почему я так сделал? Потому что мне понадобится энергия для прохождения... Ну, то есть для того, чтобы посмотреть в бою... Как его называют? Зовут-то, блин. Эрона Блэка. День мертвых. Скорее всего, Эрон Блэк у нас является только персонажем из преисподней. И мне понадобятся какие-то персонажи с энергией, чтобы не тратить на них энергию, на восполнение ей. Их энергией быть точнее. А здесь-то, по сути, без разницы, за кого я буду играть. Так, Джаксы, Бриксы и Саб-Зиру бафнут. Моего Рейдена. Так. Каталькан. Получает на орехи. Только не убегай, чувак, пожалуйста. А он убежит, потому что слишком много времени прошло, когда я его бил. Не, не успел. Второй сразу идет на блокбрейкерами, поэтому мы убиваем противника. Точно. Изи вин. Замурчательно. Да, Лайтинг энд Хундер. И все это слышали, Рейден, конечно. Ты молодец. Идем дальше. Еще матч за Рейден, а потом сменим другого персонажа. Кто там у нас идет следующий? То ли Люкан, то ли этот, как его... Кто-то еще был. Не помню, кто. Угу. Фарон Ермак. Здорово. Давно не виделись. Я уже представляю, как я буду играть за тебя в последней башне. Так, минус первый. Дальше идет Китана. Второй пошел. Это минус. Господи, сколько урона по 1900 там было, увидели? Сколько чисел этих. Минус Девора. Замечательно. Рейден легко справляется достаточно с противниками. Да, Лайтинг Хундер. Все это слышали. Текс. Текс, пекс, текс, пекс. Нажимаем создать. Меняем команду. Сейчас у нас будет Джейсон Вурхис с неостановимой. Также возьмем себе в команду. Я не знаю, кого можно взять. Давайте возьмем вот этого пацана. Давайте возьмем... Кожаное лицо. Или Китану все-таки лучше взять. А давайте Китану возьмем. Погнали. Хотя, по сути, нужно было брать этого. Или не нужно было? Не, Кожаное лицо не нужно было брать. Кожаное лицо мог бы помочь, если бы у нас был в команде Люкан. То есть, он в самом начале оглушает противника. Поэтому Кожаное лицо мог бы выбежать на него с бензопилой. Так, Джакс. Что-то урон мне у Джейсона не очень нравится. Хотя, вот на Девору неплохо идет. Так, используем сразу первый спецпривом, чтобы она не истощила меня. Вынесешь, не вынесешь? Раз, два... Нет, не вынесет, конечно. Не хватит урона. Из-за того, что я не провел, я сейчас огребаю. Ну, ясно, понятно. Что-то хоть она не истощила меня. Все, это победа. Добиваем противника и переходим к следующему матчу. Отстандынг. Да-да-да, это мы все слышали. Каталькан, Ермак и Джакс Брикс. Их было трое. Три пацана всегда были... Ну же, загружайся, давай. Спецприем 1 отключен. Ну вот, эй, ну почему? Мой любимый спецприем и отключен. За что? Что Джакс сделал... Ой, что неостановимый Джейсон Брикс сделал не так? Так, и у нас идет повелитель душ Ермак в качестве последнего противника. И он мы сейчас вторым спецприемом задушим, скорее всего. Просто хочу использовать второй спецприем. Я бы его и так убил, конечно. Так тоже можно. Извин. Молодец, Джейсон. А, кстати, какая у него стоечка вообще? А, да, руку хватает, вперед тянет, понятно. Это, по-моему, не лучшая его стойка. У него есть еще одна стойка, которую я еще не разблокировал. Ее надо либо прокачать, либо... Ну, вы поняли. Либо выбить из паков. Джакс Брикс, тяжелое вооружение, Каталькан и Девора. Не помню, какая только. Не успел посмотреть. Ну, это, по сути, не важно. Любая Девора склонится вниз перед нами. Вот у него, кстати, 20 косарей здоровья. Его будем долго пробивать. Джакса нашего. Ну, с первым спецприемом, конечно, будет попроще. Но он сменился быстро. Такс. Что-то они все блоки ставят беспрерывно. Вообще, вы заметили, ни разу еще не ударил не в блок. Только в блок и бью. Так, ну, минус Каталькан идет сразу. Так. Ну, и что ты мне сделаешь? Ладно, давайте добьем его первым спецприемом. В принципе, должно хватить урона. Да, изи. Снова первый. Хватит, не хватит, как думаете? Хватит, замечательно. У Девора все-таки достаточно мало здоровья. Это у меня просто самый слабейший персонаж Девора. Она слабее даже, чем у меня бронзовый персонаж. Любой... Она слабее, чем любой бронзовый персонаж. Ну, серьезно. Что это за золотой персонаж, который при первом уровне слияния слабее любого при десятом уровне слияния? Несмотря на то, что она даже больше, чем тридцатого уровня. Там то ли тридцат третьего, то ли тридцат четвертого, и при этом слабее любого бронзового. Я не понимаю такого. Даже Линьку сильнее, по-моему. У него атаки больше, чем у нее. Какие-то и слабенькие золотые персонажи бывают. Екс. Первый пошел сразу, чтобы избавиться от Джакса. Мне не нужны такие противники больше. Серебро у нас отлетает за одну комбо. И остается Кракен. Нифига себе, сколько у него здоровья, конечно. Пожести. Нифига себе, хватит ставить блок, чувак. Сейчас еще и плюнет в меня. Нет, не успел. Второй пошел. Сто. На тебе, по пятнадцать косарей за один удар. Кстати, заметил я, что у него обычный удар пятнадцать косарей был, и критический тоже пятнадцать косарей. Это странно. Ну окей, ладно. И последний матч. Играем против призрака Кунлао, фараона Ермака и классической Китаны. Ну давайте, покажите мне вашу силу. Потом придется играть еще за одну тему пять матчей. Ну там уже будет попроще. Там будет Люкан Темный Император. Он должен побыстрее выносить противников. Здорово, Кунлао. Че, как жизнь? На тебе. Такс. Че-то мало урона приходит, конечно же. Противники уже достаточно сильные стали на последних стадиях башни. Эх, блок поставил. Я думал, не поставит. Именно на это и надеялся, используя первый спецприем. Ну ладно, хотя бы атаки себе подняли. Тоже неплохо. Вносим фараона. И остается Китана классическая. Но ее даже через блок мы вынесем первым, я уверен в этом. К тому же у нас еще и повышение атаки идет. Мы бы и без повышения справились. Победа. Следующий бой. Меняем только Тиму. Сейчас у нас будет Люкан. Скорпион. Еще один Скорпион. Погнали. Потеря любого из ваших бойцов идет к поражению, но это не важно. Это достаточно слабенькое испытание. Это не... Урон наносится постепенно отряду вашему в течение матча. Так что это для меня абсолютно не важно. Какой-то там... Не знаю. Потери одного из бойцов. Они даже близко не убивали одного из моих бойцов. Текс. Первые смертельные уроны идут. Плюс криты всякие, все дела. Так. Нифига себе, какой он жирный, фараон Ермак. Ты чего такой жирный, когда ты успел таким стать? Так, серебряная Девора. От нее, думаю, мы избавимся без спецприемов, чтобы оставить второй спецприем как раз-таки на втыкающей ножи в мою голову Ассасин Китану. Да, вынесем, я думаю. Нет, не вынесли. Вот это было обидно, честно говоря. Ну ладно, все равно победа. Переходим к следующему матчу. Да, you still confused. Это все мы слышали. Сколько денег? 13 душ. Вот это уже лучше. Это уже другой разговор. Души мне нравятся. Единственное, что мне не нравится, что дают за прохождение четвертой башни серебряный пак. Это мне нравилось, когда у меня не были все персонажи прокачаны до 10 уровня слияния, тогда мне это нравилось. Но сейчас это просто, ну не знаю, 9-10 тысяч монет, это дают гораздо меньше монет, чем за прохождение той же первой и второй башни. То есть просто за... Ничего практически не получаешь, можно сказать. Вот для новичков это неплохо, а для меня что-то как-то вообще практически никакой награды ты не получаешь за прохождение четвертой башни. Обидно даже немножко. Давали бы золотой пак, было бы нормально. Такс. О, давайте Ермака первым спецприемом добьем. И на Джакса тоже первый спецприем используем. Может быть его он даже убьет. Увидим. Ну если конечно не в блок попаду. Так, проверяем. Убьет, не убьет? Нет, не убьет. А нет, убил. Смотрите, убил. Замечательно. Да-да-да-да-да-да-да. Следующий, следующий. Мне нечего смотреть на твои стоечки. Все мы их уже сто раз видели. Они слишком простые. Джакс Брикс, Девора и Кун Лао Призрак. Я уже жду, когда мы пройдем с вами эту башню, потому что тогда будут уже только золотые персонажи. Надо, правда, еще третью пройти. Ну, я думаю, справимся мы. И третью пройдем с вами, и пятую пройдем. И экс. Минус Джакс. Нет, не минус Джакс. Ну, кстати, неплохо урона нанесем. Нанесли мы ему. Ну, он серебряный с другой стороны. Чего он ожидал? Первый пошел. Не хватило, конечно. Но сейчас хватит, я думаю. Да, изи. Вот Деворе первого спецприема, даже золотой, должно точно хватить. У него очень мало здоровья. Причем у любой Деворы практически. Не то, что там есть какие-то определенные виды Деворы. У всех Девор. Кроме алмазной, разве что. Фараон Юрмак, Девора, обычная серебряная, еще кто-то там был. То ли Кейк, Китана, то ли Джейд. Нет, Джейд вряд ли. Джейд не могло быть там. Китана, скорее всего. О, как урон-то полетел хорошо. Правда, я там нафейлил, не сделал допивающий удар. Что-то у Фараона Юрмака как-то очень много здоровья. Для Фараона Юрмака это как-то удивительно. Юрмак Юрмака никогда, кроме своей серебряной версии, не хвалился большим запасом здоровья. Тут что-то у него с достаточной его дофига всегда. Так, ну. Угу. Второй пошел. И это вин. На, получай. Изи. Просто изейшая каточка была. Идем дальше. Последний матч, 12-я битва, Каталькан, Ермак и, по-моему, там была опять эта, как ее, Китана, День мертвых. Немножко бесит меня, честно говоря. Потому что постоянно хилит всех. Она не должна хилить всех. Почему она всех хилит? Обидно. По-моему, это случается каждый раз, когда вы выносите персонажа с определенной долей вероятности. Каталькан, Ермак и Китана. Да, все-таки это Китана была. Мне не показалось. И у нас еще и первый спецприем запретили. Вот вообще весело, конечно же. Ну ладно, вторую хотя бы ваншотать будет практически всегда. Так. Выходит Ермак на поле боя. На него я не хочу тратить второй спецприем. Жирно будет ему. Минус. Все, и Китану мы добьем вторым как раз-таки. Вин. Последняя башня. Ой, тьфу ты, четвертая башня у нас с вами пройдена. Осталось третья и пятая. Еееей. Получаем наш пак. Надеюсь, что он будет персонаж за 9к. Пожалуйста, пусть там будет персонаж за 9к. Монет я имею ввиду. Да-да, спецприемы, все дела. Опять Каталькан. Почему он два раза подряд выпал? Мне кажется, тут специально спланировано то, что должно тебе выпасть. Ну ладно, переходим с вами к пятой башне. Либо к третьей. Ну сначала, видимо, в третью поиграем, потом в пятую. Третью башню, пожалуйста. Нажимайся. What the fuck просто. Долго не нажималось, но да ладно. Создаем. Фильтры убираем. Они нам больше не понадобятся. Ставим только серебро. И мастеров единоборств. Угу. Скорпа, пожалуйста. Саб-Зиро и Кеншика. Причем Кеншика первым. Погнали. Два матча сможем с вами сыграть, как минимум. Неужели придется все-таки тратить души? Мне так не хочется тратить души на то, чтобы восполнить энергию. Но они что-то очень медленно. Эта энергия восполняется, конечно. Минус первый. Ну давай, давай, выносись быстрее. Поменяли персонажа, ну ладно. Дело ваше. Первый пошел. Скорее всего это ваншот. Да, 7600. Следующий. Получаем наши законные 11200. Создать, пожалуйста. Кун-Зиня давайте сюда. И Скорпа на первое место. Мне нужно, чтобы у Скорпа восстановилась еще одна единица энергии. И у других персонажей тоже. По одной где-то. Угу. Так, Ермак у нас сразу отлетает, я думаю. Д. Теперь Китана. Минус. Такс. Девора тоже отлетает. Я не буду использовать спецприемы, потому что тогда будет быстрее даже. Победа, продолжить. Очень медленно мы проходим с вами третью башню, конечно же. Ну пошли проходить четвертую, точнее пятую башню уже. Создать. И здесь у нас должны быть Соня Блейд и золотые бойцы второго уровня слияния и выше. Так, убираем тогда все, кроме золота. Угу. Ну, я имею в виду эти фильтры. Ставим. Кого бы взять? Давайте Эрона Блэка, как обычно. Так, ищем Соню. Соня, Соня, Соня. Блин, она у нас первого слияния у нас. То есть, если я даже его выберу и выберу какого-нибудь персонажа второго уровня слияния, допустим, это будет Джакс Брикс, то не засчитают это. А Соня Холодная Война у нас как раз второго. Хорошо, замечательно. Только надо было поменять кого-нибудь на второго уровня слияния, пацана. А это у нас кто? Кто у нас второго, чуваки? Кто у нас второго? Давайте. Выходите. Кенши нет вторых. Вторых нет. Почему нельзя слиянищу сортировать? Ладно, вот классический Саб-Зеро будет. А то у Джакса не хватает немного атаки. Ой, не атаки, а какого? Энергии. Но может успеет восполниться в будущем. Черт его знает. А это значит, что у нас получается всего две Сони. Комбо-ткап и обычная. Ну, то есть не обычная, а Холодная Война. Поэтому энергию придется восстанавливать раза три. Так, ну, дермак первый у нас. Чувак, это не серьезно. Мне нужен серьезный противник, а ты какой-то лузер. Чувствую, это долгое испытание будет, увидя, сколько я наношу урона моим противникам. Ой-ой-ой, как ППС проседает. Первый, давай, пошел. Ну, это Девора, я думаю, ее даже первый ваншот нет. Да, замечательно. А вот с Китаной уже должно быть посложнее. Уменьшение урона, это не страшно. Посмотрим, как тебе поможет уменьшение урона от второго спецприема. Там огромный урон идет. Ты посмотри на эти криты. По 13 тысяч за один выстрел, это уже больше, чем твое все здоровье. Сколько, кстати, у противника здоровья? 29, 20 однако. Вообще жесть. Но, в принципе, выносимо. Вполне выносимо. Единственное, что я боюсь, когда я буду играть за Эрмака, и там будет испытание на постепенный урон в течение всего матча. Вот это будет жестко. Текс. Да блин, не вовремя постоянно атакую. Благо, есть броня. Первый сразу идет. Добиваем Девору. Да-да-да, клинки в голову, как обычно. Твоя любимая Ассасин Китана, конечно. Благо, не истощила. Первый пошел. Добиваем. Благо, первый спецприем у Эрна Блэка тоже достаточно много урона наносит. Вообще топовый персонаж, на самом деле. Интересно, новый Эрн Блэк лучше, чем этот Эрн Блэк или нет? Да, новая стойчка у меня у Эрна Блэка. Золотого. Ну, именно вот этого я имею в виду. Стрелка или как он называется. Да, стрелок. Последний матч играем за эту тему, потом поменяем персов. Перед боссом обязательно пройдем с вами третью башню. Не хочу ее оставлять после босса еще и проходить. Ну нафиг. Главное, не забыть. А то я могу. Темный властелин Каталькан, Ермак какой-то, по-моему, Повелитель Душ и Джакс Брикс тяжелое вооружение. Так, минус первый идет сразу у нас. Больно. Интересно, тяжелое вооружение Джакс Брикс выдержит первый спецприем или нет? Я думаю, нет. Да, слишком много урона все-таки. Слишком. Снова первый. Все, это Вин. Даже минимальный урон, в принципе, не важно. Слишком уж у нас перекачанные персонажи, чтобы противник мог выживать против них. Если у него было бы по 60к здоровья, тогда может быть и да. Так, меняем тему. Теперь в нашей тему будет наш Кано. Где он у нас? Вот он у нас. Блин, я лучше бы за Джонника поиграл, чем за Кано. Ну да ладно. Также я возьму в команду себе Соню Блэйд еще вот эту вот. И какого-нибудь Каталькана давайте возьмем. Погнали. Я боюсь только босса единственное, что. Больше всего-то. Потому что его можно убивать только спецприемами. И если его не ваншотнит второй спецприем у моего Кеншика, то есть не вылетит Крит, то он отхилится же полностью от обычных атак. Вот это будет не очень. Такс. Господи, Кано, насколько ты мало урона наносишь по сравнению с предыдущим персонажем? Убьешь хотя бы первым спецприемом Кун Лао? Ну нормально, хотя бы убивает первым спецприемом. Первый пошел. Вот Кракен Рептилия, я не уверен, что он убьет. Да, не убил. Интересно, успеет он использовать свой первый спецприем или нет? Я имею в виду Кракен Рептилия. Не, не успел. Ауч. Тебе не победить, Кано. В любом случае. Так как больно-то, а? На тебе второй спецприем за это. 100% диагональные свайпы. Как тебе такое? 26441. Изи мани. Изи мани. Тоже новая насмешечка у меня. Нравится мне. Легкие деньги. Джакс Брикс тяжелого вооружения, Китана и Девора. Причем у Джакса Брикса тяжелого вооружения аж 36К здоровья. Это просто что-то с чем-то, конечно. Что-то с чем-то. Загрузилась наконец-то, окей. Такс, хорошо. Нифигеть, как ты успел бы так быстро меня ударить? Я даже не заметил этого. Когда ты начал бить. О, меняют мне персонажи. Мое любимое испытание. Нет. Так, сразу первый идет. Я сказал, первый идет. И пофиг, что в блок. Если я сказал первый, значит первый. Черт, яд. Неприятная тема, конечно. Сейчас еще поменяется. Нет, я хотел использовать сам первый спецприем. Она мне его истощила. Но теперь не истощит. Все, победа над скорбной китаной. Нет, она еще жива. Нет, я не дам тебе еще раз истощить. Даже не думай. Да господи, как мне часто меняют персонажей. Как же это раздражает, а? Просто что? Сколько урона нанесет? Мне просто интересно через блок. Что-то еще как-то мало, да? Смените мне персонажа. Спасибо. Минус? Нет, не минус. Господи, какие же вы жирные, а? Но он смениться не может, так как красная карточка у нас у Деворы. Придется ему так справляться. Как, ты меня достал, Джакс, уже я тебя выношу, короче. Мне пофигу. Все, победа. Господи, это был очень долгий бой. Я представляю, как сложно будет Ермаку. Ну, а мы переходим с вами... О, 20 душ, нормально. К следующему бою. Последнему для Кану. Это Рейден Темный, Повелитель Душ Ермак и Китана День Мертвых. Когда-нибудь, Китана День Мертвых, я отомщу тебе. Допустим, в следующем испытании. Вот, увидите ли, она выпендривается тут такая, типа, мощная. Нифига подобного. Угу. Здорово, Рейден. Мне бы первый спецприем накопить и вынести тебя по-быстренькому. Благо, у тебя к нему нету никакого, так сказать, оборонительного средства. Минус первый, замечательно. Ну, а Китана, конечно же, отхилит сейчас на весь урон, который нанесу Ермаку его. Или нет? О, не использовал первый спецприем. Как же так ты, братишка, не сделал-то, а? Ну, ладно, тогда уж пока. Раз уж не догадался. Это ты, конечно, хорошо придумал. Вынесет, не вынесет, как думаете? Я думаю, не вынесет. Но он вынес, справился, молодец, Кану. Не ожидал от тебя такого, что ты первым спецприемом вынесешь любого вражеского персонажа. Это похвала моя тебе. Да, не показал в прошлый раз, покажу хоть сейчас эту новую стоечку у него. Классная, да? Прикольная. Давайте восстановим Сони Блэйд энергию и возьмем нового перса себе в команду. Это будет теперь Ермак. Сейчас, чувствуем, будем страдать. Также я возьму какого-нибудь персонажа из внешнего мира себе в команду. Пусть это будет Горо. Горо. Все, погнали. 29 тысяч здоровья у Ермака и у остальных чуть поменьше немножко. Первый бой не выглядит вообще сложным и не должен быть им. Так что я думаю, мы справимся на изичах. Я боюсь восьмого боя. Вот это я реально боюсь его. Ну или какой там идет, десятый или восьмой? Второе испытание, короче, где ограничение, постоянный урон идет. Там я могу и зафейлить, конечно. Может даже стоит поменять персов. Но это тот бой. Так, первый пошел. Умри, клон. Угу. Больно. Но недостаточно больно. Минус Девора. Замечательно. Остается только Ассасин Китана. Да, клинки в голову, все дела, как мы любим. Все, победа. Этот бой был несложный, как я и предсказывал. Первый спецприем все-таки разрывает у Ермака. У него от спецприемов огромный урон. И от первого, и от второго очень большой урон идет. Каталькан, Ермак, Повелитель душ и тяжелое вооружение. Джакс Брикс. Понял, принял. Сейчас разберемся. Ну, привет. Так, на, получай на орехи первым делом. Так, я использую все-таки первый, не хочу, чтобы он меня ударил. Так что минус сразу идет. Ауч. Это было неприятно. Да, блин, задолбал. Первый. Блок он ставить не успеет. И остается самый жирный этот, Джакс Брикс, тяжелое вооружение. Да, давай, бей меня, накапливай мне силу. Это мне пригодится, чтобы тебе надрать зад. Так как я не успел-то ударить между его промежутками, чтобы не в блок ударить, так сказать. Так, ладно, пофиг, да. Второй спецприем пойдет. Он через блок даже должен вынести. У него дикий урон. Да, победа. Ну что, вот мы подкрались к испытанию, к самому сложному бою, как по мне. За Ирмака. И это у нас... А нет, смотрите-ка, в этот раз у Ирмака нету этого испытания. У него, видимо, было в этот раз другое испытание. Какое я не заметил при первом бою. Нашим проще, нашим проще. Мне-то че? Раз так, так-так. Тяжелое вооружение Джакс. Здорово. О, через блок. Нормальная тема. Снова первый. Блин, не попаду половиной спецприема, но да ладно. Все равно хватило урона. Замечательно. Так. Обычная комбо. Нет, все-таки вот здесь испытание. Почему... А почему его не было написано, то, что я буду сейчас его проходить в... Сверху перед боем. Это странно. Ну ладно. Тем не менее, мы его с вами гораздо легче прошли, чем в прошлый раз. Но Ирмак потерял, конечно, все свои жизни. Во многом из-за рептилии того же Кракена. Ну ладно. Победа это победа все-таки. А мы меняем команду. Ну, подзарядим сначала Соньку. И поменяем команду на рептилию. И... Кого бы еще взять? Давайте возьмем... Я не знаю. Какого-нибудь из внешнего мира. Вот это будет у нас Кун Лао. Нет, стоп, не Кун Лао. Где ты? Я только что видел. Вот Танька. Погнали. До босса шесть матчей всего осталось. Сейчас три матча сыграем. Потом пойдем еще третью башню допройдем. Я надеюсь, мы ее допройдем. И перейдем к боссу. Ну, к последним боям и боссу. Здорово, Ермачевский. Ну, и рептилия, я уверен, что справится с каждым боем. Просто минус. Не ставьте блоки. Это бесполезно. Все равно я вас убью. Минус. Да блин, не успел чуть-чуть нажать. Все-таки одной рукой играть не очень удобно. Иногда мискликаешь. Первый. Пошел. Изи. Да, рептилия-то точно справится с любым боем. Идем дальше. А, да, конечно, двадцать шесть душ. Это всегда не лишнее будет. Ага. Рейден, Ермак и Китана. Ждем загрузки уровня. Ну же, давай. Не тормози, мужик. Нифига себе, какой урон так-то нормальный проносит. Он темному Рейдену. Либо у Рейдена мало здоровья. Скорее всего, второе. Тупо обычным тайдзюцу вынесли, но окей. Используем первый спецприем. Добьем Ермака. И остается только Китана. Он даже не ставит блоки, поэтому тоже выносится первым спецприемом. Извин. Один из самых легких матчей, что я видел, был. Пройдено. У нас почти восемьсот, кстати, Ка золота. Чувствую, много паков придется открывать. Джакс Брикс, тяжелое вооружение, и Давид Эдивора, и еще там кто-то был. Неважно кто. Правда, часть еще я потрачу на прокачку третьего спецприема. На прокачку первых двух спецприемов у Китана День Мертвых. Тоже потрачу достаточно неплохое количество золота. Но я думаю, это будет не больше, чем 100 тысяч вообще. Со всем, как бы всех спецприемов. Но вы поняли. Тикс. Джакс у нас отлетает очень быстро. Следующий идет Девора. Тоже несложно. Я даже через блок ее убью. Или не убью. Вот это сюрприз, что она выжила. Кто бы мог подумать, что Девора выживет через блок. Ауч. Кровотечение на меня навесил. Сейчас будет больно. Несмотря на то, что у меня офигеть сколько здоровья, кровотечение у меня сносит очень много урона. Второй пошел. Даже через блок, я думаю, убьем. Это все-таки второй спецприем. У него большой урон. Да, вин. 800к. Ну, в принципе, у нас уже было 800к еще с предыдущего боя. Но так хотя бы побольше. Давайте переходить, проходить третью башню. И уже будем завершать наше сегодняшнее прохождение с боссом. Файтом с боссом. Блин, у меня уже язык заплетается. Ну, вы поняли. Короче, погнали. Такс. Десятый бой, пожалуйста. Меняем фильтры. Серебро. Мастер единоборств. Скорб. Кенши. Кундзынь. Я на вас рассчитываю. И, по-моему, мне даже в любом раскладе, то есть, не хватает энергии, чтобы пройти последние бои. Мне придется тратить души, как ни крути. Потому что там еще целых четыре боя. Я могу, ну, не знаю, там, в лучшем случае еще, не знаю, там, два-три боя провести. Но не четыре никак. Видимо, зря я оттягивал вот это вот все прохождение третьей башни. Все равно придется тратить души на восполнение энергии героя. Ну, ладно, ничего не поделаешь. Чего уж поделать-то? Минус. Почему я не Кенши играю? А почему я за Скорпа играю? Первый. Он даже блок не ставит, поэтому сразу отлетает. 12к урона. Или он успел поставить все-таки блок? Что-то 12к как-то маловато, Кенш. Слабовато, слабовато, бьешь. Текс. Давайте поставим его сюда. Сейчас, в принципе, энергия восстановится, но... Какая разница, если у нас все равно у одного персонажа не хватает энергии? Придется... Ну, одну душу, ладно, одну душу потратим, окей. У Кенши восстановим энергию, видимо. У Кенши, так у Кенши. Так. Минус? Минус. Каталькан? Мое почтение. Минус. Сто процентов. Да, 12к это в блок идет. Видимо, он успел тогда блок поставить. Так бы побольше от него, конечно, Кеншик наш. А то я думаю, что-то при атаке в 22к он наносит с его первым спецприемом 12к урона. Странно. А, нет. А, хотя, да. Давайте я вот так сделаю сразу же. Восстановим энергию. Надо нам еще целых 6 секунд ждать. Ну, серьезно. Давайте пока сыграем тогда в последнюю башню. Создать. Убираем фильтры. Ставим, опять же, те же самые фильтры золотых. Ставим Триборга. Ставим Кенши Ронина. И также я возьму Соню Блэйд. Где она у нас? Вот она у нас. Ей тоже надо восстановить энергию. Готово. Погнали. Пару матчей сейчас здесь. Потом там один матч. И будем уже с боссом драться. Что-то мы сегодня метаемся туда-сюда-сюда. Ждем загрузки локации. Ну, давай. Ну, давай-давай. Что-то вообще долго загружается, конечно. Но загрузилась. Сразу использую первый спецприем. Медлить не буду. Буду побыстрее выносить противника. То же самое. Ну и остается Кракен Рептилия у нас. Господи, какой он урон мне наносит. Вы просто посмотрите. Столько же, сколько я ему наношу. Еще и выжил после первого спецприема. Вот это жесть. Да, Май Блэйд инфэнкси. Там, наверное, уже восстановилась энергия. Пошлите в ту башню. Создать. Фильтр. Серебро. Мастера единоборств. Кеншик. Скорб. Саб-зиро. Все, как мы любим. И погнали. Ваш отряд получает урон в течение битвы. Последний матч. В какой-то вторая или третья башня. Третья, по-моему. В третьей башне. И нам должны дать либо душ, либо побольше монет. Вроде бы души должны дать. Да. Души это хорошо. Души это я люблю. Длительный урон. А вот это мне не нравится, конечно. Текс. Минус первый. Первый спецприем. Минус второй сразу идет. Ну и остается Девора. Тоже отлетает. Замечательно. И третья башня у нас с вами пройдена. Осталось только пятую пройти. До конца. Давай, давай, давай. Сорок шесть душ. Вот это я понимаю. Вот это нормально. Ох, хорошо. Так, убираем это. Убираем это. Ставим золото. Снова три барга. Снова ронина кенши. Только поменяйте их местами, пожалуйста. И еще я хочу Соню Блэйд. Где она у нас тут? Вот она у нас тут. Все, погнали добивать, так сказать. Фороун Ермак 31к. Здоровье Ассасин Китана 30к. И Девора 30к. Я, к сожалению, не посмотрел, сколько было у Кракена Рептилии в предыдущем бою. Но я думаю, у него было порядка 40к здоровья. Надо будет пересмотреть и посмотреть, сколько же у него все-таки было здоровья. Мне аж интересно стало. Если не забуду. Ждем загрузки предпоследнего матча. Здорово, Ермак. Первый спецприем сразу использую. Минус 72 тысячи урона. Прикрытие. Надо запомнить, сколько урона носит этот первый спецприем. Столько же и боссу, скорее всего, будет нанесено. Ну, а ставь блок уже. Ладно, пофиг, убьют тебя через блок. Снова первый. Нифига себе, сколько у него здоровья так-то у Деворы. Чуть не накапливалась у меня энергия, но да ладно. Ну, на имею ввиду процент. Идем дальше. Ну, как дальше? Идем к боссу. Финальный матч. Босс дня. Босс дня мертвых. Забавное название. Эрон Блэк. 15 тысяч атаки и 82 тысячи здоровья. Нет. Первый спецприем его, скорее, не ваншотнет. В вашем отряде, бла-бла-бла-бла. А где описание того, что, типа, у него это... А вот. Босс Эрон Дня, блок мертвых, исцеляет социальных атак, завершающих комбоударов. То есть, единственное, чем мы можем его убить, это вторым нашим спецприемом. Но второй спецприем его должен ваншотнуть. То есть, убить сразу же на месте. Тупо. Именно на это я и рассчитываю. На второй спецприем. Потому что первым, видимо, его бить бесполезно. Как и обычными атаками, тем более. То есть, смотрите, я ему наношу урон, а вот его только исцеляется. Сколько я наношу, столько он исцеляет. Давай, отпусти блок. Спасибо. А теперь ваншот. Давай, ваншот. Хочу ваншот. О, да. 157 косарей урона. Вот это я понимаю. Еще 6200 сверху. Вот это тебе получай. Даже если бы у тебя было еще больше, в два раза больше здоровья, чем сейчас, ты бы все равно не выжил, чувак. Изи вин. Просто изи вин. И револьверчики. Давайте сюда мои револьверчики. И души. Души и револьверчики. Еще и карточку под этого, самого Эрона Блэка. Давай, 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 давай сюда. Так, револьверчики первым делом. Замечательно. Третий уровень слияния. Замечательно. И самого Эрона Блэка. Замечательно. День мертвых Эрон Блэк. Плюс 1000 из того, сколько у него получается при 12 уровне слияния. При 12 уровне и при первом уровне слияния. 5396 атаки и 5494 здоровья. Нормально пойдет. Все. Души мне уже не дали. Или мне показалось. И мне дали их в самом начале. Неважно. Тем не менее, мы прошли с вами испытание на Эрона Блэка. Дня мертвых на уровне сложности сложное. Дополнительного уровня сложности, как мы видим, еще не добавили. Поэтому будем ждать его в следующих испытаниях. Если, конечно же, он будет добавлен. А я буду прощаться. Спасибо за то, что посмотрели меня. С вами был Ник. Удачи. До скорых встреч. Всего доброго. Пока-пока.